Итак, сегодня мы будем продолжать четвертую Мишну из четвертой главы. Раби Йоханнен бен Брука Омер. Раби Йоханнен бен Брука говорил. Коль амехалель шем шамаем бесетер, нифраимимено бегалуй. Каждый, который охуляет имя небес тайно, взыскивает с него открыто. И так же, как и случайно, ошибочно, и так же, как и сознательно, злостно, равны при охулении Творца. И надо понять, о чем идет речь. И что добавляет Раби Йоханнен бен Брука к тому, что мы учили раньше. А раньше мы учили про то, что нужно быть очень-очень смиренным, скажем так. Шафаль руах. Потому что надежда человека – прах. А дальше Раби Йоханн бен Брука говорит. Каждый, который охуляет имя небес тайно, взыскивает с него открыто. И почему это написано так в трактате Йома, что это самый тяжелый для исправления грех, нарушение. Там есть четыре вида, четыре уровня исправления. Сказано так. Человек не исполнил повелительную заповедь, раскаялся, не сходит с места, ему прощают. Если он сделал запретительную, нарушил какую-то запретительную заповедь, то раскаяние подвешивает, а святость Йом-Кипура завершает и ему прощают. Если он сделал какое-то нарушение, связанное с очень тяжелое нарушение, за которое полагалось, если был бы Санедрин, четыре вида смерти, или смерть с неба, или карет, отсечение души. Сказано так, что Чува, Йом-Кипу подвешивают, а страдания искупают. И, наконец-то, четвертый уровень – это нарушение, которое связано с охулением имени Творца Хилюляшен. Сказано так, что Чува, Раскайни, Йом-Кипу и страдания подвешивают только, а смерть искупают. И тогда мы понимаем, что это самое тяжелое нарушение. И первые комментаторы, они искали ответ, может быть, есть какое-то исправление. Но с чем это связано, такая строгость наказания за это преступление? И вообще, что такое Хилюляшен? Объясняют комментаторы. Это объясняет комментатор на Талмуд Миири. И он говорит. Хилюль – это связано со словом халюль – пустой. То есть, как бы выгоняет он присутствие Творца из мира. Делает мир пустым. Другие комментаторы говорят так, что как будто делают глаз Творца незрячим. То есть, как будто можно делать тайно что-то, что не увидит Творец. Так, почему же такое серьезное взыскание к этому нарушению? И что это такое? Если есть Хилюляши, противоположное освящение имени Творца, Кидушаши. И сказано так, что когда с горы Синай мы слышали речение, которое говорилось о том, что не произносить имя Творца напрасно, весь мир сотрясался, не произносить имя Творца попусту. Почему? Потому что, если мы возьмем и будем сотрясать корень дерева, понятно, что все дерево будет сотрясаться. Если то, чем Творец творил этот мир, он творил это своими именами. То есть, особенным именем, которое называется нашими мудрецами сущностным именем. Это четырехбуквенное имя Творца Авая. Так вот, когда охуляется имя Творца, здесь сказано имя Небес, тайна. Так вот, когда даже человек произносит благословление не на месте, пустое благословление, не то, что нужно сказать. Установили мудрецы, после этого он должен сказать чтобы слава Творца была благословена во веки веков. Этим что он исправляет? То, что произнесено имя Творца попусту. А ведь это имя Творца, которым творился весь мир. Сказано в молитве. Он сказал и стало. Так мы понимаем, что это имеет отношение к тому кормю того, что мы получили у горы Синай. Мы получили Тору не для того, чтобы называться великими раввинами, специалистами в области талмудистики и так далее, и так далее. А для того, чтобы реализовывать, исполнять, то есть жить Торой. Тогда что открывается? Охуление имени Творца. Охуление небес. Тайна. Взыскивают с него открыто. И о чем идет речь. Например, написано в Талмуде. Говорит один мудрец. Это Рабь Йоханам. Если я пройду четыре шага без Твилин и без слов Тары, это будет охуление имени Творца. Потому что знает, Рабь Йоханан, он составил герусалимский талмуд. Он был учеником Раби Иуды Анасим. Который составил со всеми мудрецами своего поколения шесть разделов мишнает. Рабь Йоханан составил, есть те, которые говорят, что записал, то, что на протяжении тысячи лет нам было запрещено записывать устную Тору. Но это было после разрушения храма. Было опасение, что Тора может забыться. Так вот, Рабь Йоханан, он говорит, что если я пройду четыре шага без Твилин и без слов Торы, это охуление имени Творца. Другой мудрец говорит, если я приду в магазин к мяснику и сразу ему не заплачу, это будет охуление имени Творца. Как он делал? Если было два компаньона в магазине, он платил одному половину, он говорит, а вторую половину я заплачу другому. Чтобы не сказали, вот это большой еврейский мудрец, а он не заплатил или он недоплатил. С чем связан Хилюляшем, охуление имени Творца, с уровнем человека? Чем больше человек, чем более уважаемый человек, так если он спотыкается, тем больше будет охуление имени Творца. Я приводю такой пример. Идет такой человек важный, ну скажем, министр с портфелем в галстуке такой идет. И вдруг он падает, шкурка бананы и так далее. Даже его подчиненные все засмеются. Почему? Он важный человек, да? Он идет, осознавая свою важность, да? И вдруг эта важность тут же как бы распалась. Что значит? Неожиданный ход. Он растянулся носом. Вот это как бы надутый пузырь. Вы пустили в воздух. Все смеются. Это ход, неожиданный вариант. А теперь возьмем еврейского мудреца. Если, мы уже говорили, человек учит Тору и исполняет ее, что, говоря о творении, счастлив отец, который породил этого человека, счастлив учитель, который обучал его Торе. Если же человек говорит одно, а делает другое, то что, говоря о творении, проклят его отец, который его породил, проклят тот раб, который его обучал Торе. Если он живет, то есть не исполняет Тору, понимаете, происходит тогда хилюляшем. Ведь слово Творца, оно породило весь мир. То есть, сказано впрямую, Шма-Исраэль, и обучай своих сыновей. Объясняют наши мудрецы. Кто такие сыновья? Это ученики. Значит, есть одно порождение, это сыновья. Биологические сыновья. Другое порождение. Словами Торы порождают кого? Сыновей. Кто это? Ученики. То есть, Тора производит что? Она порождает. И вдруг что мы видим? Тора, она только на языке, только на губах. И она не реализуется в жизни. Значит, это не Тора, это что-то другое. Как процесс передачи Торы? То, что я получил от своего учителя, я должен передать дальше. Это сказано, это передача Торы. Мошея получил Тору с горы Синай и передал Йошуа, Йошуа старейшинам, старейшинам пророкам и так далее. Так передается лильмот вэлэламет. Учить и обучать. Учить, обучать и исполнять. Это правильная передача Торы. А если Тора оказывается только математикой или философией, что философ говорит, это я в академии философ, а здесь в жизни я могу себя вести, как последняя скотина. Может ли такое сказать себе Раф? Я вот дал урок, я вон там, а сейчас я... Тогда это можно вставить палец между тем, что он говорит, и тем, что он делает. Я вам открою тайну, что когда 31 год тому назад я летел в Израиль, я просил, чтобы мне послали учителя, который думает, говорит и делает. И это абсолютно идентично. Потому что в России всё было наоборот. Думали одно, говорили другое, а делали третье. Так ведь? И слава богу, я получил большой подарок в жизни. Я получил встречу с моим учителем Равином, Равицкаком Зимбером. Но вернёмся к словам нашей Мишны. Итак, тот, кто охуляет имя небес, имя Творца, тайно взыскивает с него открыто. Почему открыто? Потому что скажет, вот смотрите, какой праведник. Как он вообще учил то, который делал добрые дела? И вдруг ему на голову упал кирпич. Да? Что такое? На него сыпятся непрерывные беды. А, открывается то, что он делает, тайно. И тогда оказывается то, что с ним происходит. Нету в этом Хилюляшем. Почему? Потому что то, что с ним происходит, ему полагается. Сейчас приводит такой пример, я не знал, может, многие тоже не знали. Внук Рамбама, он написал такой комментарий, называется «Медраж Давид». И он приводит такой пример. Один человек в общественный пост, я не знаю, 9-я ава или Йом-Кипур, он решил себе немножко перекусить. Никто не видит. Да? И что произошло? Он взял питу, начал есть, не больной. Если больной, то он, так же, как воля Творца заключена в том, чтобы поститься в Йом-Кипур, воля Творца есть в Йом-Кипур. И вы знаете историю про Рависроле Салантера, когда была эпидемия холеры в Литве. Что он сделал? О! Что он сделал? До того, как начали молиться муссов, он вышел на биму, достал печенье и перед всеми сказал «Бо-ре-ми-не-ми-зо-нот» и откусил. Это был шок там. Потому что он постановил, что это есть угроза для жизни. Эпидемия холеры – ослабленный человек. И это то, что он сделал? Он постановил, что надо есть. Размеры, чтобы это было меньше. Ну, есть определенные размеры, сколько можно пить, сколько можно есть. Но это он сделал публично перед всеми. Потому что кто-то говорил «холера холерой», а я это, как всегда, я постился, так я и буду поститься. Значит, в этом выражена воля Творца. Есть в Йом-Кипур тому, кто обязан. Но этот человек явно не был обязан. Он решил это посмеяться на всем. И что произошло? И обрушился на него дом. Это то, что объясняет внук Рамбома. Медраж Довид. И когда раскопали дом, увидели пита у него во рту сразу. Но это, конечно, явно показатель того, что сделал человек и то, что он получил. Пример другой приводит. Это комментатор Кнесет Исраэль. Был такой великий каббалист и великий пайтан. То есть, составитель известного всем то, что мы поем «Субботу лиха доди». Ее составил Равшлому Аль-Кабец. И приводится история, что араб один злодей его убил. И закопал его под инжирным деревом. И вдруг начало происходить странные вещи. Это инжирное дерево за много времени до того, как наступает пора созревания инжира, давало плоды. Причем такие плоды, что все покупали у него и так далее. И услышал об этом царь. Я не знаю, наверное, Гой это царь. И он начал допытываться, что такое, что у тебя с этим инжирным деревом. Он говорит, ничего, ничего. В общем, начали его бить, пытать, и он признался, что он убил еврейского мудреца и закопал под этим деревом. И тогда царь приказал убить этого араба. Это то, что мы говорим. То, что делается тайно, это оно открывается. Теперь совершенно непонятно. А, вот это важная вещь, которую я хотел объяснить. Тот, кто совершает вот такое страшное преступление, которое называется хилюляшем, ахуление имени Творца. Так мы сказали то, что написано в прямую в Талмуде. Есть рабейну Йона, который говорит так, что тот, кто делал хилюляшем, даже, ну то есть, в каждом нарушении есть хилюляшем. Но чем больше человек, тем больше нарушений. Две вещи. То есть, он бунтует против царя, нарушая его волю. Это одно. Второе, то, что он ухуляет его имя, когда он делает это. Чем это больше людей знают, тем больше хилюляшем. Понимаете? Так вот, какое исправление? Объясняет рабейну Йона, что тот, кто сделал хилюляшем перед многими, он должен делать кедушашем. Перед многими. Освещать имя Творца. Я вспоминаю, как Равицкак Зильбер рассказывал, что он давал уроки для алимов. И вместе с ним давал уроки один человек, который в свое время был руководителем Коммунистической партии Израиля. Агент Москвы. Москвы, не МОСАДА. И когда начались какие-то гонения на Коммунистическую партию, что он сделал? Уехал в Москву. И что с ним сделали? Как вы понимаете, в 30-е годы он попал в школу коммунизма. Знаете, куда? В лагеря. И, просидев в лагере, Равицкак любит шутить. В Мишне написано, что для того, чтобы человек умудриться, он должен сидеть. Что значит сидеть в Ешиве? А он говорит, надо посидеть. Что значит в Советском Союзе в лагере надо посидеть? И он действительно там сделал чуву, и уже когда его выпустили, когда он вернулся в Израиль, он был человеком в кипи. И вот он как раз говорил так хорошо, он рассказывал, посидел. То есть, что он был охулене имени Творца, что он сделал исправление освящения имени Творца. Но есть еще, есть такая книга известная Пеле Йоэц. И вот Пеле Йоэц, он советует, что человеку делать, которого есть нарушение, Хилу Ла Шем. Он говорит так, что когда человек произносит Шма Исраиль, что он должен иметь в виду, если он хочет исправить это? Он должен иметь в виду, что он готов, что в этот момент даже забрали его душу. То есть, тот, кто готов в этот момент, когда он произносит Шма Исраиль, даже быть готовым отдать жизнь за Творца, этим происходит исправление. С другой стороны, у нас есть молитва на Филат Апаем, когда мы опускаем руку и говорим один псалом царя Давида. И в этот момент нужно быть готовым отдать жизнь. Теперь, это мы сказали про рамки, которые, то, что написано в Талмуде, то, что мы процитировали, четыре вида исправления. Как, за какое нарушение, как исправляется. Теперь, в книге Мешаха Хохма, Мешаха Хохма, в главе Йеллах, он говорит так, это нормальные рамки мира, как меры пути исправления. Но, есть один момент, когда Творец судит только сам, без каких бы то ни было посредников и так далее. Это происходит в пятую молитву Йом-Кипура в Нейилу. Нейла. Когда это цель всех сорока дней, тридцати дней месяца и люль, и десяти дней раскаяния, это завершающая молитва перед закрытием ворот. Нейла закрытие. Вот когда человек собирается, и в этот момент, что он говорит? В этот момент он должен полным сердцем, с плачем, с раскаянием, просить у Творца прощения. И в этот момент, когда Творец судит один, он может это сделать. И мы уже здесь цитировали и говорили про то, что написано про... Сказал Раби Йоконон. Каждый, который говорит, что не принимают раскаяния царя Минаши, он закрывает ворота перед теми, кто хотят раскаяться. И это то, что написано в Талмуде и в Вавилонском, и в Иерусалимском, что вы знаете, что царю Шлома было 12 лет, когда он унаследовал трон своего отца Давида. Минаше ему было тоже 12 лет, когда он стал царем после смерти своего праведного отца царя Хискияу. Теперь, 22 года он делал самые страшные вещи. Одно из мнений, что именно он поставил идола в храме. Он убил своего дедушку, пророка Ишаяу. Он заставлял всех служить идолам под угрозой смерти. Дальше, когда его взяли Каздиим, и когда он был на грани между жизнью и смертью, и он обращался ко всем идолам, и они, конечно, ему не помогли, и тогда он сказал, творец, я знаю, что во всех этих идолах нет ничего настоящего, что только ты один управляешь всем. Но если ты не примешь мою молитву, если ты не ответишь, я буду думать, что ты такой же, как они. И сказано, все ангелы перекрывали путь этой молитвы Минаше. И сказано, что творец открыл особенный люк под престолом славы своей и принял его молитву. И он вернулся на престол в Иерусалиме. И еще 33 года он был в Чуве. Он разрушил идолов, он восстановил святость храма, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это Минаше. Как это так? То есть, есть мера суда, который творец судит мир. По суду будет судить, по справедливости будет судить творец мир. Но оказывается, я задам вам вопрос, можно дать взятку творцу или нет? Нет. Замечательно. Оказывается, что можно. О, и это то, что творец, и это то, что я слышал от Гаона, Равмыши, Шапира, Шлита. Что говорится? То, что творец, сказано, Ашем Роцебачува, который хочет раскаять. Да? И тогда оказывается, так написано в Иерусалимском Талмуде. И говорит творец, сыновья мои, делайте тшиву, раскаивайтесь. И это будет как взятка. Сейчас, в этом мире, пока ворота открыты. В будущем мире будет только суд. Никакой возможности там дать взятку нет. Так что это такое? Взятка. Это то, что я могу сделать. Как это можно понять? Ведь задаётся вопрос, что творец нуждается в жертвоприношениях. От кого мы берём? От него. И даём ему. Так это ему нужно? Или это нужно нам? Так это, он говорит, вам нужно. То есть, мы даём ему славу. Сказано, что всё то, что сотворил творец, не сотворил ни для чего другого, кроме как, чтобы проявилась его слава. Так что это такое? Мы даём ему славу. Единственный, кто может дать славу творцу, это человек. Потому что он может сделать наоборот. Хилюль, Ашем, окуление имени творца. С другой стороны, прославление творца. Но что это такое? Но ведь это всё от творца. Так вот, это единственное, что говорит творец. Вы можете дать мне взятку. Через что? Тем, что вы раскаетесь. Раскаяние, что это такое? Ты шула. Возвращение. То есть, творец сотворил мир, всё от него. И творец хочет, чтобы мир вернулся к нему. В руках кого? Отдалиться от творца, уйти на противоположную сторону, вытолкнуть творца из своего мира полностью. Это в руках человека. Потому что у него есть свобода выбора. Но когда он возвращается, даже в чём-то, вот в этом он, что отменяется справедливость, суд творца. Сказано так, что если один человек сдует пылинку с Рава, Рав не имеет права его судить. Почему? Он ему сделал какое-то добро. Всё. Он уже не может быть судёй, они уже единые целые. В этом заключена взятка. Если он сделал ему что-то хорошее, он уже называется асир, то да, он ему благодарен, он не может его судить. тогда что делает творец? как бы не отменяется суд. то есть не перешагивается, просто его нету. Мы становимся единым целым. Когда человек раскаивается, он тогда возвращается к тому, что творец, ради чего творец сотворил мир. потому что творец хочет, чтобы весь мир вернулся к нему. То есть, чтобы человек вернулся к нему. Вы понимаете? Упоминается это слово взятка. Да, да, да. Упоминается. Да, да, да. Впрямую, впрямую, да. Шохот. Шохот. Это делайте. А теперь то, что я хочу поделиться с вами, то, что я слышал от Гавона Равмыш Шапира. Был великий каббалист. Есть книги его Рашаш. И ешива его больших каббалистов в Иерусалиме называлась Бейткель. И вот перед трублением в Шофар он говорил с теми, кто присутствовал в Ешиве. И что он сказал? Постарайтесь раскаиваться даже в маленьком нарушении, которое вы делали. И тогда что происходит? Тогда вы будете называться Баалей Чува. И тогда вы оправдаете не только себя, но и весь мир. Раскаяться хотя бы в маленькой вещи. Вы понимаете? И тогда что происходит? Это то, ради чего Творец сотворил мир. У меня есть доказательства. Это то, что я нашел, где впервые в Торе упоминается это четырехбуквенное имя Творца только оно. Без Ашем Элоким, без имени Элоким это судья, то, что написано в Шулхана Рухе. Такив оба аль коля кохот кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил. Суд Элоким. Да? Силы все. Авая четырехбуквенное имя Творца. Это имя милосердия. Да? Когда сотворен человек, там сказано Авая Элоким, Ашем Элоким. Вместе два имени. А где упоминается впервые в Торе только одно это имя милосердия. Я нашел это. Это там, где Творец открывается кому? Каину. Поэтому в русском языке слово раскаинье. Первый баль Чува был Каин. Потому что это цель мира, чтобы весь мир вернулся к своему источнику. Это Чува. Первый человек не раскаинский? Он учился, он научился, первый человек Адам, он научился этому у Каина. И он 130 лет был в раскаянии. Но он спросил у Каина, какой приговор ты получил? Он сказал, я раскаялся и был прощен. И это то, что выучил у него Адам. Так что не просто так в русский язык это пришло раскаинье. Корень слова Каин. И так, чтобы действительно мы все заслужили сделать хоть в чем-то в маленьком Чуву. И тогда окажется, что мы исполняем то, ради чего сотворен весь мир. кто от malaria, от า